Доброго времени суток, друзья! Меня зовут Эвелина, и я очень люблю смотреть видео в формате 10 секунд, 1 минута, 10 минут. Обычно люди в этом формате рисуют скетчи и показывают то, что для хорошего результата нужно больше времени. Я решила повторить тот же эксперимент, только с деньгами. Я зашла на сайт для фрилансеров и заказала одинаковую работу за разные вознаграждения. Но дело в том, что я совершенно не разбираюсь в рисовании, и мне будет очень сложно оценивать по достоинству работы людей. Но в чем я действительно более-менее разбираюсь, так это в фотографии. Поэтому я решила заказать обработку фотографий за 100 рублей, за 300 рублей и за 700 рублей. Посмотрим, что из этого выйдет. И также я сама обработаю фотографию, поэтому я чаще буду смотреть не в объектив камеры, а в экран своего ноутбука, который находится прямо передо мной. Я в первый раз в жизни работала с фрилансерами, поэтому я не знала, на какой сайт стоит обращать внимание. Поэтому я просто зашла в гугл и вбила в поисковую строку топ бирж фриланса, зашла на первую попавшуюся ссылку, просмотрела там все сайты и выбрала все равно первую в этом топе. Он оказался украинский. Я решила самостоятельно создать проект и работать только с фрилансерами, которые сами отозвались на эту работу и указали свою цену. Так я буду точно знать, что они заинтересованы в этой работе. Уже буквально через 20 минут откликнулось 13 человек, и я им сразу отписала в личку, спросила, сколько будет стоить работа. И я выбрала самую дорогую за 700 рублей, чуть дешевле за 300 и самую дешевую за 100 рублей. Человек, который согласился работать за 700 рублей, уже начал обрабатывать фотографию, и я уже не надеялась, что смогу найти других фрилансеров, тем более дешевле 100 рублей. Но тут мне ответил фрилансер и сказал, что сможет обработать мою фотографию за 20 рублей или за 8 гривен. Но по итогу с ним оказалось больше всего мороки. Серьезно, мне это весь мозг вынесло. Но обо всем по порядку. Быстрее всего свою работу выполнил фрилансер, который согласился работать за 700 рублей. Мы с ним добазарились, и через 2 часа у меня уже была готовая работа. Единственное, что меня смутило, это его манера речи. Я понимаю, что до этого не стоит докапываться, особенно когда речь идет о профессионализме. Но, блин, я серьезно как-то разговаривала с томодой. Остальные фрилансеры морозились до вечера, но они меня сразу предупредили, что смогут отправить готовый результат только ближе к вечеру. Но когда и во сколько, естественно, они мне не сказали, и поэтому время от времени приходилось обновлять сайт на наличие сообщений. Но сложнее всего было работать с челиком, который брал за обработку фотографий 20 рублей. Во-первых, он отвечал на мои сообщения раз в час, тогда как я на его сообщения отвечала максимум за 3 минуты, потому что я хотела как можно быстрее с этим расправиться. Отправляя фрилансерам ТЗ, я четко указывала на то, что никаких правок не будет. Я подумала, что так будет интереснее и честнее, ведь я могу у них заказать всякий трэш, а потом сказать, смотрите, и за это я отдала 700 рублей. На мое удивление, все фрилансеры спросили, все ли мне нравится в их работах и не хочу ли я что-нибудь изменить. Конечно же, мне не все нравилось в их работах, но, как я уже говорила, это будет нечестно, если я буду что-то добавлять и корректировать. Давайте же оценим теперь их работы. Начнем, пожалуйста, с фотографий за 20 рублей. Это выглядит очень плохо, это выглядит очень дешево, скажем так, похоже на редактор. Знаете, вот в телефонах есть редактор, и ты загружаешь туда фотографию, приложение находит твое лицо, и ты можешь добавлять макияж. И моя кожа сделана ну просто ужасно, все мыльное, все в плохом качестве. Фотография за 100 рублей. Здесь я уже это все видела, поэтому мне тяжело. Во-первых, почему она такая мрачная? Я понимаю, к Хэллоуину, окей, окей, к Хэллоуину. Сегодня второе число, мы немножко опоздали. Качество, конечно, уже получше, но, блин, зачем мне накрасили губы? Мне никогда не идут помады, и, ну, блин, это реально очень безвкусно выглядит. Оно за края выходит. Этой помадой мне пытались сделать губы больше. Здесь убраны морщины, в отличие от прошлой фотографии. Но больше всего в этой фотографии меня удивили даже не эти губы ужасные, которые накрашены такой яркой помадой, а то, что мне брови опять сделали коричневыми. Я что, их зря крашу в жизни или что? Вот этот ход с тем, что мне сменили цвет бровей, мне очень непонятен. Почему мне изменили цвет волос? Он идеально подходил под осенний стиль, они рыжие, а здесь они прям коричневые. Другой человек. Я вижу, что здесь выкручена контрастность и подняты тени. Это похоже на какой-то прием из 2010-го. Вы знаете, раньше были фоторедакторы в 2010-м году, и никто не понимал, как можно залить фотографию, не обработав ее в этом фоторедакторе. И вот это похоже на один из фильтров в этом фоторедакторе. Это была фотография за 100 рублей. Переходим к фотографии за 300. Здесь уже есть пластика. Уже неплохо. Класс. Фотография опять-таки очень мыльная, как будто из фоторедакторов, но уже не 2010-го года, а там 13-го, 14-го, знаете, на уровень выше. Мне выделили глаза, они прям кукольные такие, мне не нравятся. Они как будто нарисованы, слишком много фотошопа на глазах. Еще мне не очень нравится эта странная цветокоррекция. Как я понимаю, автор просто создал пустой слой. Там кистью такого бежевого цвета сделал полоски на диагональ, включил мягкость и убрал где-то на 5% прозрачности. Фотография за 700 рублей действительно очень хорошо выглядит. Здесь прям видно работа с цветом. Только я не понимаю, почему в правом верхнем углу он замазал листья. Мне совершенно это непонятно. Может быть, они выбивались, потому что более темные. Возможно, это хорошее решение. Единственное, что мне не нравится в этой работе, это вот это желтое пятно. Когда этот фрилансер отправлял мне работу в процессе, я не понимала, куда, зачем он пытается впихнуть это желтое пятно куда-то. Оно просто все портит. И в итоге он сказал, нет, я его влеплю в левый верхний угол. Идеально. Если бы я делала правки, я бы это желтое пятно убрала бы вообще. Вот оно настолько выбивается, и я смотрю не на себя, я смотрю не на человека в кадре, а на это желтое пятно. Оно прям очень яркое. Оно вообще сюда не подходит. Что бы я еще изменила в этой фотографии, это я бы добавила пластику, наверное, сделала бы волосы более пышными. Возможно, сделала бы мимические морщины меньше. Ну, чуть-чуть, наверное, совсем. Но самое главное, я бы убрала вот эту мятину. На самом деле это пальто должно одеваться не так, и поэтому вот здесь на воротнике такая складка. А также вы можете заметить дырочку для пуговицы. И я бы ее замазала. Я бы ее замазала, и замазала бы еще вот эту вот очень некрасивую вмятину. Наверное, очевидно было, что работа за 700 рублей будет лучше всего. Но дело даже не в этом, а в отношении. Фрилансер, который согласился работать за 700 рублей, был более заинтересован в работе. Он сразу же приступил к ней. Он был более отзывчивым. Он постоянно со мной консультировался, все ли мне нравится. И при этом меня удивило то, что у него в портфолио нет ни одной обработанной фотографии. Он меня еще потом в сообщениях поблагодарил за то, что я ему доверилась, учитывая то, что у него в портфолио совершенно нет фотографий по обработке. И сейчас я, как и обещала, сама обработаю фотографию. Я все стараюсь обрабатывать в камере RAW, и я сначала разбираюсь с экспозицией, а потом уже разбираюсь с цветами чаще всего. Будем дальше обрабатывать уже в фотошопе, а не в камере RAW. Хотя в камере RAW встроена фотошоп. Сначала мы чуть-чуть поретушируем кожу. Наверное, на этом все. О, здесь какое-то белое пятно, оно и было. Странно выглядит. Мне не очень нравится, я его тоже замажу. Думаю, с кожей мы разобрались. Мне повезло. У меня с кожей особых проблем нету. Поэтому слишком долго с ней запариваться не будем. Сейчас будет самое сложное. Будем замазывать вмятину на пальто, а также дырочку для пуговицы, чтобы это все лучше выглядело. Мне еще не особо нравится, как лежит пальто. Я не уверена, можно ли будет это убрать в пластике, но я попробую. Так, теперь вмятину убираем с другой стороны. Изгиб, не вмятина. Почему я называю это вмятиной? Можно еще и пуговицу внизу убрать. Все. Я буду фотошопить до утра, видимо. Я никогда не могу остановиться. Мне кажется, можно еще лучше сделать фотографию. Еще и еще и еще. А потом там уже не я. Потом на фотографии уже не я, и приходится все делать заново. Вот что стало. И вот что было. Я думаю, результат на лицо. Теперь можно еще немного поработать со светом. Можно сделать контурирование лица. Я, конечно, понимаю, что этим вообще никто не занимается. И я не думаю, что мне это особо надо здесь. Но я могу вам показать, как я это делаю, по крайней мере. Я бы сделать с помощью уровней кожи светлее. С помощью уровней и маски. Вот так вот. Вот наши фотографии готовы. Можно еще с листвой поработать, чтобы она была более рыжая. Можно с травой поработать. Чтобы работать только с листвой, мы сначала сделаем всю маску черной. И после этого сделаем кисть белой. И будем работать уже. И будем выделить листья. Наверное, также сделаем насыщенность намного больше, чтобы было удобнее выделять листья. Класс. Мне уже очень нравится. И я бы еще изменила волосы. Да, я также изменю цветовой тон. Сделаю более красными. Вот такой. Сделаю яркость меньше. И насыщенность пока что на максимум. Пока что на максимум. Чтобы удобнее было работать. Показываю вам. Вот оригинал. И вот что мы с ней сделали. По крайней мере лучше, чем за 20, за 100, за 300 рублей. А уж лучше, чем 700 рублей. Я думаю, что это уже на вкус и цвет. На этом у меня все. Пишите в комментариях, какая фотография вам понравилась больше всего. И не забывайте ставить лайки. Хотя бы за то, что я потратила так много денег на фрилансеров. А могла три раза поесть в Макдональдсе. По-моему, мы стали неправильно расставлять приоритеты. Меня все еще зовут Эвелина. Удачи вам, друзья. И до скорых встреч.